Добрый вечер! Комму ТСВ приглашает вас в Загреб, где уже, как вы видите по секундомеру, чуть-чуть мы совсем опоздали по независимым от нас причинам, где уже в самом разгаре ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором Тираспольский Шериф на выезде в Загребе играет с местным Динамо, хорватским клубом, суперклубом. Наверное, можно об этом говорить без лишнего преувеличения, потому как Загребская Динамо практически постоянный участник различных групповых стадий Еврокубков. Стабильно поиграл уже достаточно много в Лиге Чемпионов на групповом этапе. Правда, в последние годы групповой этап Лиги Чемпионов не пробивался в Загребский клуб, но наша команда еще, в принципе, ни разу не доходила до такой стадии решающей, но третий раунд, в котором как раз сейчас играет вместе с Динамо, Шериф уже проходил, было это в прошлом году, поэтому, по большому счету, Еврокубкового опыта тоже нашим ребятам сегодня должно хватить для того, чтобы добиться удачного результата. Что такое удачный результат сегодня? Если кто не знает, напомню, в первой игре в Тирасполь две недели назад Шериф принимал Загребская Динамо, и та встреча закончилась со счетом 1-1, так что хорваты имеют, в принципе, небольшое преимущество, исходя из двухматчевой стратегии Еврокубковой, потому как у них есть гол на выезде, и сегодня Шерифу, хочешь не хочешь, придется забивать. В любом случае, для надежды на продолжение борьбы Шерифу нужно сегодня отличаться, потому как нулевая ничья, ну и, естественно, любое поражение, не устраивает команду Андрея Сосницкого. Давайте быстро по составу, пока вот восьмая минута особых моментов голевых, пока ни у тех, ни у других ворот не было, и быстро по составу пройдемся. Начнем с хозяев, наверное, Динамо Загреба. Филипп Лончарич, обратите внимание на вот это изменение. Помните, наверное, что в первой игре в Тирасполе стоял Тамислав Бутина, опытнейший хорватский вратарь, но вот Велимир Заяц, наставник Загребского Динамо, в этом матче решил сделать ставку на его более молодого коллегу по вратарскому амплуа, и Филипп Лончарич сегодня защищает ворота. Будем надеяться, что получится у него это не очень, и проблемы ему создадут наши футболисты. Четвертый номер – это Леонард Мессарич, шестой – Ариан Адеми, седьмой – ЭТО, десятый – Самир, автор единственного забитого мяча загребчан в Тирасполевском матче. Вот сейчас опасная могла атака получиться, хорошо, что это Слепечко, по-моему, был. Ну давайте я состав закончу. Шиме Версалько, четырнадцатый номер, шестнадцатый – Милан Бадель, двадцатый – Мирослав Слепечко, двадцать второй – Игорь Бишчан, человек, который отсутствовал у загребчана в первом матче в Тирасполе. Он убывал тогда дисквалификацию, полученную в игре за славянским Копером во втором отборочном раунде Лиги Чемпионов. Но вот сейчас капитан хорватской команды вернулся в строй, и сегодня, безусловно, это, конечно же, пополнение серьезное. И серьезное преимущество получил Велимир Заяц в этом плане, что вернулся капитану в строй. Леонардо Куфре, двадцать пятый, и пятьдесят пятый – Антируковина. Еще одно новое лицо относительно. Буквально на днях он был приобретен, можно, наверное, так сказать, загребским клубом. Он был воспитанник хорватского футбола, и очень большие авансы ему вдавали, и серьезные предложения. Даже рассматривался переход в Леон, этого молодого хорватского нападающего. Но пока решил он продолжать карьеру у себя на родине, посчитав, что еще слишком молод для того, чтобы менять клуб и какие-то новые для себя европейские горизонты открывать. Но, скорее всего, все впереди. Постоянный участник молодежной сборной Хорватии Антируковина. Так что очень большие, большие, скажем так, авансы ему селекционеры ведущих европейских клубов отдают. Десятая минута уже заканчивается. Быстро давайте по составу шерифа. Владислав Стоянов в воротах, двадцать пятый номер, болгарский голкипер. Владимир Волков третий, Джимми Франца девятый, десятый – Александр Ерохин, пятнадцатый – Огнем Враньеш. Двадцать первый – Андрео Дьеду, двадцать второй – Фред Нельсон, двадцать шестой – Мирол Самарджич, двадцать восьмой – Жозен Адсон, тридцатый – Владимир Бранкович и сорок четвертый – Милош Адамович. Главный тренер пираспорского шерифа Андрей Сосницкий. Ну и по составу, как вы видите, практически оптимально с учетом... Давайте эту атаку досмотрим. У Загребчан могло очень опасно получиться, а передача на слепечку шла, который, кстати, один практически остался сейчас в центре поля. И Самир сейчас извиняется перед партнером за то, что не смог ему точную передачу отдать. А под задумки все делал, в принципе, правильно. Молодец здесь Жозе Натсон за счет позиции, грамотной прежде всего, сумел он эту передачу прервать. Так вот, нет шерифа, если вы заметили, нашего капитана. Вот в первом матче Загреб приезжал в Тирасполь без своего бессменного капитана Игоря Бишчина. Ну а в ответный визит в столицу Хорватии, и Стоянов на выходе играет сейчас уверенно, в столицу Хорватии с ответным визитом не приехал уже наш капитан. Вас же Трахнишвили, он тоже из-за перебора желтых карточек пропускает сегодняшнюю встречу. И, безусловно, это, конечно же, потеря. Прежде всего, это символ команды, это человек, который, наверное, в любом всегда на поле, скажем так, по сути, таким помощником тренера являлся, потому как руководил игрой. И вот сейчас, в отсутствие Важа Трахнишвили, пришлось чуть-чуть перекраивать свои защитные порядки Андрею Сосницкому. Но, по большому счету, будем надеяться, что Мирал Самаржич и Жозе Натсон должны справиться с этой своей задачей. Но вот сейчас хорваты чуть перехватили инициативу, буквально в последние несколько минут. Уже второй подряд сейчас угловой будет у ворот шерифа. И вновь там, на этот раз, правда, это было не Самир, а Эдто, боролся на правом фланге и заработал угловой. Ну, а Самир будет его, судя по всему, подавать. Есть несколько изменений в составе загребской команды по сравнению с первым матчем, но об этом, в принципе, Велимир Заяц и говорил до встречи. И это не было каким-то откровением или сюрпризом. Еще до матча Велимир Заяц, даже после Тираспольской игры, он сказал, что в Хорватии состав своей команды я поменяю радикально. И, в принципе, слова у хорватского наставника не разошлись с делом. На самом деле состав значительно отличается. Вновь у нас небольшие тут проблемы с получением сигнала со спутника были, но минуту получилось, что пропустили мы из эфира. Но, уверяю вас, ничего серьезного в эту минуту вы не пропустили. И моментов ни у Владислава Стоянова, ни у ворот Филиппа Лончарича не было в течение этих 60 секунд, которые выпали из нашего внимания. Продолжается у нас игра. Пока достаточно равный футбол мы с вами наблюдаем. И я бы не отдавал преимущество никому, несмотря на то, что очень большие опасения, конечно, у всех тираспольских болельщиков. Вызывал этот визит на знаменитый стадион Максимир. Букмекеры однозначно ставили на загребскую команду до этой игры. И поэтому, естественно, хозяева выступают в роли однозначного фаворита сегодня. Но по большому счету кираспольчанам, наверное, к этому тоже такому развитию событий не привыкать. Из года в год Шериф участвует в Еврокубках, зарабатывает себе клубный коэффициент. Но, тем не менее, так уж получается, что на третьей отборочной стадии обычно уже таких соперников нету, у которых коэффициент будет ниже кираспольской команды. Все-таки преимущественно на этой стадии уже выступают клубы с именем. Клубы, которые уже не первые десяток лет играют в Еврокубках. Выходит 1-1. Это гол. Это гол. И не было сайда. Не было сайда. Мяч защита. И 1-0. Шериф выходит вперед. Задача минимум уже к этой 16-й минуте выполнена. Тираспольчане забили. И случилось это даже непонятно как. Абсолютно вроде бы ничего не предвещавшее так вот серьезного атака. И Владимир Волков оказался на позиции центрального нападающего. И к этому оказались не готовы хорваты. Посмотрели они на лайнсмена. Но положения вне игры здесь не было. И гол защитный по правилам. Шериф выходит вперед. 2-1 по сумме двух встреч. Владимир Волков выводит свою команду вперед. Велимир Заяц. Понятно, что сейчас подсказал своим подопечным. Но не сказать, что у него выглядит он как-то обескураженно. Но безусловно должен какие-то выводы из этого делать. Потому как перед игрой очень такие уж шапкозакидательские речи позволил себе наставник Динамо. Сказал, что мы конечно уважаем Шериф. Это серьезная и хорошая команда. Но мы сильнее и мы однозначно пройдем в следующую стадию. Примерно так. Я не дословно, естественно, цитирую. Но смысл абсолютно такой. Ни капли я не прибавил. Поверьте, если вы читали в интернете многочисленные высказывания хорватского наставника перед этой игрой, то, наверное, в курсе, что я имею в виду. Вот сейчас на пустом месте теряют мяч хорваты. Простите. Вот как-то в таком полном таком сонном темпе терраспольчане выходят вперед. И как-то даже абсолютно непонятно, чем вызван вот этот провал загребской команды при обороне собственных ворот. На пустом месте ошиблись сейчас. И терраспольчане идут вперед. Франца? Не получилось головой заработать. И там, по-моему, в руку мяч бразильскому форварду попал. Именно вот этим остановка игры вызвана. Нет. Нет, просто мяч покинул пределы поля. Видели вы, наверное, как футболисты Шерифа праздновали этот забитый мяч. Это традиционный в футболе принятый жест. Ерохин тут уже не получится прострелить. Накрыл уже его защитник. Чуть-чуть замешкался российский нападающий. А вот здесь можно было сделать передачу. Тоже не очень она удачной получилась. Волков! Волков! Ну, заигрался здесь чуть-чуть сербский нападающий. Откровенно говоря, не нашел более удобного продолжения этой атаки. Как ударить с разворота, удар абсолютно не получился сейчас у Волкова. Так вот, футболисты Шерифа праздновали забитый мяч. Традиционным принятым в футболе жестом поздравили этим самым Жозе Нацена, бразильского легионера, центрального защитника Шерифа. С рождением сына. Буквально позавчера у бразильца родился сын, которого назвали Жуаном. Ну и вот команда сегодня поздравила. Хорваты идут вперед. Месарич. Опасно может быть сейчас. Удар, это, по-моему, Самир бил, да. Пока что все практические атаки, которые завершаются у ворота Тираспольской команды, завершаются именно тем, что последний удар партнера доверяют Самиру. Человек, который, наверное, наилучшее впечатление в составе Динамо оставил по Тираспольскому матчу. Несмотря на то, что фамилии тут у Загребчана такие очень-очень громкие. И на других футболистов, казалось бы, нужно было обратить внимание. Опасный сейчас может быть удар. И прощают сейчас хорваты. Это, безусловно, опасно. Наверное, самый опасный момент, который был у ворот Владислава Стоянова. Мирослав Слепичко не стал сближаться. Пробил буквально на входе в штрафную. И такое впечатление. То ли Стоянов видел, что мяч не идет в ворота, то ли он не мог уже реагировать на этот удар. Не попадает сейчас чешский форвард Динамо по воротам. Ну, а тем временем кто-то из футболистов Шерифа на газоне, и ему оказывают помощь. По-моему, Волков. Да, Волков это. А мы смотрим еще раз повтору с забитым мячом. Шикарная передача. Как на тренировке. Вот такое почему-то впечатление. Вот этот мяч был забит. При полном попустительстве хорватской обороны. Ну, и Владимир Волков. Ему, наверное, вдвойне приятно здесь отличиться. На стадионе Максимир. Любопытный мяч. Я думаю, что болельщики постарше. Сейчас такие небольшие ностальгические чувства испытали. Пятнистый мяч еще тех времен напомнил мячи, как до изобретения всяческих Тимгайстов, Ротейра и Джагулани. Мы будем надеяться, что вот этот мяч принесет удачу терраспольчанам. Пока так оно и есть. И не хочется сглазить. 20-я минута. Шериф выигрывает 1-0. И по сумме двух встреч 2-1 ведет. Ну, объясню, если вдруг кто не знает. В специфике вот этой двухматчевых поединков в Лиге Чемпионов, вообще в Еврокопках. Если сегодня встреча закончится со счетом 1-1, и будет дополнительное время серии пенальти. Если любая результативная ничья с учетом больше, чем одного забитого мяча, то есть 2-2, 3-3 и так далее, этот результат устраивает терраспольчан. Они сразу же проходят следующую стадию. Так что хорватам сейчас, для того, чтобы добиться нужного результата, в котором они, как сами заявляли, были уверены еще до игры, нужно забивать уже 2 мяча. Один забитый мяч хорватам опасно сейчас могло быть. Натсен выносит мяч из штрафной. Ну и Волков сейчас непонятно, зачем так мяч вперед запустил. Там Франц возле него находился. И... Ужели хотел бы через своей половине поля не бросить галкипера? Ну, как бы то ни было. Могут себе сейчас небольшие, конечно, вольности позволить терраспольчане. По счету, по счету. Но думаю, что Андрей Соснивский, конечно, со мной не согласится. Очень много еще играть. Волков. Нарушает против него правила в центральном круге. Эрик Брамхар. Представил, еще не было у меня возможности, голландского арбитра, который обслуживает сегодняшнюю встречу. Эрик Брамхар. Арбитр с именем. Хорошо известный в Европе. Достаточно давно уже судит Еврокубевые встречи. Ну, пока работы у него по этим 20 минутам было откровенно немного. Достаточно корректный футбол мы с вами наблюдаем. Не удалось у Самира сейчас двоих обыграть. Чересчур он так самонадеянно тоже пошел. И вновь. Бищан. Ну, вот он, Игорь Бищан, капитан Загребского Динамо. Человек, поигравший в Ливерпуле. И причем именно, что поигравший, не то, что, как часто бывает, посидел на лавке, да, или... Самира. Слепичкар. В Ливерпуле провел, например, матч своей в аренде другой какой-то команде. Нет, Бищан больше 100 матчей сыграл за Ливерпуль. Так что, можете представить себе, какой... Огромный просто опыт у этого защитника центрального Динамо Загреба. Может быть, в первой встрече не хватило опыта Игоря Бищана в эпизоде, когда Ирокин первый мяч забивал. Опасно сейчас могло быть. Чуть побожарились сейчас защитники Шерифа. Рукавина. Рукавина. Дьеду теперь Ваут выбивает. Прохладно в Хорватии, прохладно в Загребе. Вчера, буквально, на предматчевой тренировке Шериф, когда проводил его здесь на Максимире, прошла гроза, дождь. Так что, не так душно, как в Тирасполе. И футболисты должны этим воспользоваться. Саволков вновь рвется в штрафную, но тут уже защитник Врсалько это был. Тут уже сыграл так, как должен был, наверное, играть в эпизоде с пропущенным мячом. Но, правда, здесь и фора была у него. И плюс еще и, по-моему, нарушение правил со стороны сербского нападающего. Зафиксировал сейчас Брамхар. Половину первого тайма уже команду отыграли. И 1-0 Шериф ведет. Напомню, на 16-й минуте Владимир Волков отличился у Тирасполчан. Бранкович не согласен с этим решением голландской бригады арбитров. Ну, валят Тирасполчане больше, судя по этой статистике, которая появилась на экране сейчас. В два раза больше уже нарушали правила шерифовцы, но это уже, как говорится, стояно всталкивается здесь с собственным защитником. И вот там Андрей Сосницкий что-то подсказывает. Там лежит кто-то из футболистов шерифа. По-моему, это Нацан. Или Самарджич. Нет, Самарджич вот, значит, наверное, Нацан. По позиции это он должен был там быть. Это даже не Нацан, это Враниш. Огнем Враниш именно ему досталось от коллеги. Но, в принципе, Стоянов был прав здесь. Он играл мяч, поэтому... К нему-то претензий никаких. Просто Враниш оказался на пути. Ну, все в порядке. Будем надеяться, что с боснийцем сейчас окажут ему небольшую помощь. Приведут чувства и появится он на поле. Ну, вот он Антой Рукавина. Новый Модрич, как его говорят, называют в Хорватии. Правда, непонятно, почему люди по позиции чуть отличаются по Антой Рукавина. Но Антой Рукавина. Человек, которому тоже огромнейший аванс раздавали перед вот этой игрой. И в Тирасполь не приехал, а в ответной игре уже в Тираспольском матче, в принципе, Велимир Заяц... После Тираспольского матча Велимир Заяц сказал, что в Загребе Рукавина на поле появится. Правда, скорее всего, сказал он, что он не готов провести еще полный матч. И, скорее всего, говорил, наставник Динамо выпустит его на один тайм. Но посмотрим. Может быть, за эту неделю и функциональное состояние подправил чуть Рукавина. И готов сыграть больше. Самир вновь рвался в штрафную. Ну и на этот раз уже с левого фланга атаки. Не особо пока получается у Франции зацепиться за этот мяч. Правда, в обороне по катеру Спольча они играют очень надежно. И дальше каких-то полумоментов практически дело у Динамо не доходит. Можно только вспомнить дальний удар слепечки из-за пределов штрафной площадки. Ну и несколько таких потенциально опасных рейдов Самира, которые, впрочем, тоже пока каких-то неразрешимых задач перед Стояновым не ставили. Поспокойнее, поспокойнее вот сейчас эти распрощения играют. Ну, сколько набегали Динамосы, нас, наверное, особо интересовать не будет. Ну, а вот статистика. Посмотрите, эти распрощения побольше двигаются. Судя по статистике, Адамович пока больше других накрутил. Игру рукой здесь фиксирует Эрик Брамкор при помощи лайнсмена и получают хорваты право на штрафной. Это был на ваших экранах. Седьмой номер Динамо. Опасно может быть! И правильно сейчас пихает Владислав Стоянов своим футболистам. Оставили абсолютно одного Милана Баделя. И он практически без помех сейчас бил поворотом. Хорошо, что не попал. На точности Бадель пытался сейчас пробить. И, вы знаете, Стоянов не готов был к этому удару. Пробазал он мяч взглядом. Если бы поточнее был Бадель, вполне возможно, гол бы случился. Но тут кому-то еще предупреждение вынесли. Пропустил ли мы с вами. За что? Леандро Куфре получает еще одно имя с большой буквы в европейском футболе. Вот, правда, за что я его сейчас наградил в кавычках голландский арбитр. Осталось за кадром. Но, тем не менее. Полчаса уже команда отыграла. И вам нужно здесь Стоянов спокойнее сыграть. Оживился Максимир. Показалось им, что сейчас форвард может выиграть этот дуэль. С терраспольским голкипером. Нужно, можно играть, показывает сейчас Брамхар. И Хорваты этим пользуются. Правда, вот сейчас Дьидо мяч отобрал. Поборолись сейчас все два темнокожих регионера. Самира и Дьидо. Наш Сенегалис вышел победителем. Вот он как раз с мячом. И вновь у Франции не особо получается за мяч зацепиться. Вот промеркнул Андрей Сосницкий. Что-то он там активно руками сейчас размахивает. Объясняет кому-то из игроков. Адамович поскользнулся очень не кстати. И сейчас может опасно очень быть. А, асайд. Быстро разыграли мяч и распольчане. Ну что, Ерохин успеет к этому мячу, подталкивают его. Но в рамках правил это опыт сейчас сыграл за Хорватов. Ну и вновь Динамо пытается свою позиционную атаку начать. Передача в направлении рукавины. Правым флангом теперь атака Динамо развивается. Еще одна подача в штрафную. Требуют пенальти сейчас Хорваты. Ну и Рик Брамхар. Отвернулся. Это рукавин он сейчас падал в борьбе с Вранишем. И вновь с правым флангом атакуют сейчас Хорваты. Вот пока они сместили весь акцент собственных атак. Направо. Еще один прострел опасно может быть. Чуть больше чем нужно, как мне кажется, прижали сейчас к своим воротам терраспольчане. Нужно постараться отодвинуть игру от своих ворот. Потому как там уже Владислав Стоянов трудится самым серьезным образом. Последние минут 10. Это хорватские болельщики, известные тоже на всю Европу своим темпераментом. Пока вот не особо они внешне расстроены тем обстоятельством, что их команда проигрывает. Наверное, уверенно в себе. А тем временем, правда, уже 10 минут всего остается до завершения первого тайма. И же общий счет устраивает терраспольчан. Не получается. Пас в разрез сейчас задумал Гидо. Перехват Адамовича чуть сильнее отпустил мяч, чем нужно Серб. Сейчас от себя. Вот не знаю, слышите. Вы, наверное, слышите на интершуме, как поет Максимир. 37 с небольшим тысячей обещает этот стадион. И построен он в Загребе был в 1912 году. Можете себе представить. Это фактически уже памятник архитектуры. Такой своего рода хорватский колизей. Слепичка. Это Самир. Самир против Адамовича. Самир. Ну вот, это то, о чем мы с вами говорили. Даже видно было по индивидуальной статистике о том, что терраспольчане чуть больше двигаются пока в сегодняшней встрече. Вряд ли о чем-то особо как-то говорит эта статистика. Ну, может быть, специалистом для подсчета каких-то различных тактико-технических действий. Ну, не удивлюсь, конечно, что владение мячом, наверное, тоже на стороне Загребчан. Но это все вполне объяснимо. Терраспольчане играют по счету. Они свою задачу минимум на сегодня выполнили. Теперь слово за хорватами. Фредо нарушает правила в центре поля и получает все желтую карточку, хотя не согласен бразилец. Самиро уронил он в центральном круге. Ну, жестко, конечно, сейчас против десятого номера Динамо. Сыграл Фред. Горсалько. Вполне заслуженное предупреждение. Неудачный прием мяча и тут же уже накрыли россиянина. Деми Куфре. Бишчан. Горсалько. Продолжают владеть инициативой динамовцы. Бишчан. Подача опасна. И Стоянов сейчас спасает наши ворота. А там еще и Самарджич не дал Слепечке сыграть на добивании. Не было здесь положения вне игры. Смотрите, в касании все правильно здесь сделал Слепечка. Браво Стоянов. Практический удар в упор сейчас он отразил. Страшновато становится. Быстрый уже первый тайм закончился. И подача в штрафной удар. А Деми бил сейчас с поворотом. А вот передача Бишчана, конечно, просто шедевральная. Буквально на ногу форварду мяч выложил, только пробей. Видите, Слепечка и пробил, но... Стоянов очень сильно, конечно, помог сейчас в этом эпизоде. Стоянов и... Нема погодка за Модре. Ну вот удары по воротам, сами видите. Пять ударов. И один всего удар, и один створ у Шерифа, но зато какой. Ценнее вот этих пяти ударов в сторону ворот хорватской команды. У Фред. Четвердесята минута у Максимиру. У Шестое минуту Пишчан главом обранил Стоянов. У Девятнестое Самире я гаджо. Отишло я преко врата. У Тридесеттое Бадель. Ни погодил оквир врата. И у Тридесет и Остану. Аданович. Слепечка, све су то биле прилике за Модре, али погодка нема. Сдобра, он еще смеечет Деми. У Шестнестое минуту побегал Волков. И в один покушай гостю Доно име предность в овом возврату против Динамо Максиму. Самир. Мы потолкнули здесь в спину Ирохина. Пять минут до завершения первого тайма. Нужен перерыв сейчас Тираспальчанам. Ну а Велимир Заяц, наверное, после перерыва начнет уже... Придется ему что-то делать, предпринимать. Потому как в атаке пока не особо получается у его команды. До центра доходят практически без помех динамовцы. А вот дальше с огромным трудом приходится им оборонного шерифа вскрывать. Рукавина со слепечкой буквально один момент на двоих имели. В первом тайме пока не более того. Франца. Ну вот то, что он должен, наверное, сделать здесь бразилиц в этой ситуации. Едва не обыграл сейчас Бишчана. Вернее, Бишчан обыграла. Вот подстраховка сыграла сейчас за Динамо. Но тем не менее мяч остается у Тираспальчан. Подача Волкова. Никто не смог до этого бесхозного мяча добраться. Враниш оставляет мяч в игре. И сейчас может падать. Дважды сейчас буквально в одном квадратном метре обыграл Мисарича Враниш. И заработал угловой для своей команды. Первый, кстати, угловой ворот Филиппа Ланчарича. Ну а Волков тут с Францией какой-то предыдущий эпизод обсуждают. И Волков показывает, куда очевидно ему нужно было делать передачу. Подача! Дидо на подборе еще один прострел и еще один угловой будет. Ну вот концовку первого тайма решили за собой оставить Тираспальчане. Это правильно, да? Уже общеизвестный факт, как говорят, лучшая оборона. Это атака. Бранкович, подача. Еще одна Волков бьет по воротам, не попадает створ. Шанс был. Упустили сейчас сервского нападающего Хорваты. По-моему, это Мисарич сейчас против него персонально играл. Волков пробил. Если бы створ попал, было бы очень опасно. И проблемы были бы у Ланчарича. И вновь мяч у Тираспальчан. Последняя минута сейчас уже пойдет первого тайма. 1-0. Владимир Волков, автор пока единственного забитого мяча в этой встрече. 1-0. Шериф ведет. И 2-1. Тираспальчане выигрывают по сумме двух встреч. Напомню, это ответная игра от третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Победитель сегодняшнего матча, по сути, обеспечивает себе групповой этап. И чего, это уже второй вопрос. Но в любом случае, победитель сегодняшней игры сыграет и в группе или Лиги Чемпионов, если успешно пройдет последнюю стадию плей-офф, или в группе Лиги Европы. Время напереда не бедлива, а обрабленная задача и она решала в Арсайде. На которой сегодня проиграет, сыграет в стыковых матчах Лиги Европы. Так что сегодня очень, конечно, многое решается на футбольном поле. Один шаг всего до группового этапа Лиги Чемпионов останется. В прошлом году эти распорчания уже были в этом шаге. Тогда, правда, попался на пути греческий Олимпиакос, который, откровенно говоря, был, конечно, класснее. Две минуты добавляет Эрик Бурамхар. Добавляет Эрик Бурамхар. Ну что, Ускают Динамовцы еще одну атаку в этом тайме провести. Если они будут аут, так бросают, можно и полтора минуты было простоять сейчас. Мисарич сейчас на замахе Дьюдо обыграл. Правда, ничего из этого выжать у него не получилось. И вновь Мисарич. Самир. Еще раз Мисарич. Рукавина на слепечку сейчас мяч. Как хорошо сбросил. Полминуты еще играть в первом тайме. Не проходят пока вот, к счастью, вот эти дальние забросы. Пытаются за спину нашим защитникам забросить мяч Хорваты. И не всегда у них это получается. По крайней мере, в первом тайме. Ну и тут еще Франция очень удачно подставилась. Заработала нарушение правил. Это значит, что в первом тайме уже времени на атаку у Динамо нет. На Тираспольчане могут еще что-то с этого стандарта попытаться сотворить. Если даст его голландский рефери разыграть. Бранкович будет подавать. Подача! Ну и звучит финальный свисток сейчас голландского арбитра. Велимир Зайца понурый идет в раздевалку. Ему предстоит сейчас серьезнейший разговор. Ну и... А, вот он и замены готовит. Видите, характерный жест. Да, есть о чем задуматься Хорватов. А это Владимир Голков. Наш главный герой первого тайма. Автор единственного забитого мяча пока. Вот мы смотрим этот гол. Как раз просто чудо-пас Ерохина. По-моему, Ерохин это был. И, да, Ерохин вышел один на один с Филиппом Бончаричем. Владимир Голков 1-0. Шериф выигрывает. Отдыхаем совсем немного и вернемся. Вернулись мы на Максимира, на котором... Удивительно, но есть пустые места. Как видно даже по этой телевизионной картинке. 37 тысяч сегодня стадион не собрал. Не знаю, кто это. Наверное, кто-то из руководства Загридской команды. Ну и ждем, прежде всего, замены. Будут... А вот, по-моему, первая замена у загребчан. Готовится третий номер. Это Ибайес, аргентинец. Воспитанник Бока Хуниорс. Команды. По-моему, сейчас он на поле появится. Это фанатская трибуна загребской команды. Где Бэт Блю Боис, наверное, располагается. Самая известная группировка фанатская. Динамо. Ну и девушки на футболе. Куда же без этого? Но это как раз резервисты шерифа. Ну и вот, похоже, что это означает? 15 тысяч зрителей сегодня на стадионе. То есть половину даже не собрал Максимир сегодня. Удивительный факт. 21 градус, как вы видим, это полегче, конечно, наверное, футболистам играть, чем в Тирасполе. Сейчас душно и жарко. Ну и появляются команды на поле. Смотрим, прежде всего, замены у шерифа. Будут или нет. Ну и еще порция любопытной статистики. Вот посмотрите, насколько больше Тирасполчане набегали, скажем так, в первом тайме. Адамович и Волков уже за 6 километров перешагнули. У хорватов пока не один. Борис этот рубеж не покорил. Велимир Заяц. Пока то, что наговорил он перед матчем, его прогноз на игру не оправдывается. Игорь Бишчан. Его появление в ответной игре пока динамовцам пользы не приносит. Но это Владимир Волка, автор первого и единственного пока забитого мяча в сегодняшней встрече. Ну и смотрим. Замена, да, у динамовцам, только у шерифа нету. Ибанис появился на поле. Поменял он Леонардо Мисарича. Но это, безусловно, конечно же, усиление атакующей игры. Прежде всего, со стороны Велимира Заяца. Динамовцам необходимо забивать. Причем, если... Хорваты... Собрались все решать. Уже по итогам основного времени, по итогам двух таймов, то нужно забивать дважды. Ничья 1-1, напомню, обеспечит командам дополнительное время. Давайте быстро еще раз по составу, раз замен нету. Шериф Владислав Стоянов в воротах. И в первом тайме несколько раз он очень удачно сыграл и помог пока шерифу не пропустить. Владимир Волков, третий номер. Джимми Франца, девятый. Александр Ерохин, десятый. Огнин Враньиш, пятнадцатый. Андре Диду, двадцать первый. Эту атаку сейчас досмотрим. Удар по воротам не очень, правда, опасный получился. Нелсон Фред, двадцать второй. Мирал Самаржич, двадцать шестой. Жозе Нацан, двадцать восьмой. Владимир Бранкович, тридцатый. Милош Адамович, сорок четвертый. И состав Загребского Динамо. Филипп Ланчарич, молодой голкипер, 24-летний в воротах, двенадцатый номер. Леонард Мисарич играл по четвертым номерам. Сейчас вместо него появился и Баньес. Ариан Адеми, шестой. Этто, седьмой. Самир, десятый. Шиме Врсалько, четырнадцатый. Милан Бадель, шестнадцатый. Мирослав Лепечко, двадцатый. Игорь Бишчин, двадцатый. Леандр Куфре, двадцать пятый. Анты Рукавина, пятьдесят пятый. Бадель. Ибанис. Врсалько. Ибанис, кстати, в Тираспольском матче был одним из самых активных. В составе Динамо. Тогда серьезно он, конечно, потерзал. На своей бровке. Деду очень как не кстати поскользнулся сейчас и упал. Могла перспективная атака получиться у Тираспольчан. Стоянов успевает к этому мячу. Ну и Жозан Ацан, свежеиспеченный отец, сегодня, как мы видим, с капитанской повязкой в отсутствии Важи Тархнишвили, дисквалифицированного. Врсалько бросает аут. Не очень удачно он заделает. Тираспольчане перехватили мяч и можно в атаку идти. Деду. Волков и Врсалько. Ну Волков мяч догонит. Правда, что-то здесь соорудить будет сложно. Ну вот так решил наш серп. Отыграться. Это кто-то из футболистов Динамо, резервистов, которые вполне возможно на поле появятся. Пошел разминаться. Пошел разминаться. Стоянов. А вот в пользу Шерифа, и это не очень нравится тем 15 тысячам болельщиков на стадионе, но... Кираспольчане по-прежнему мячом владеют. Дибанес. Подбор за нашими. Бранкович. И здесь не фиксирует нарушение правил, когда Францию уронили. Волков. Едва сейчас не обыграл. Один в один Баделя. И еще один аут. На этот раз, правда, уже в пользу динамовцев. Рукавина. И еще один покушал измежу двоиц. Слепичка. Но этот путь не успел пробить. Это. Белимир Заяц уже помогает своим футболистам побыстрее мяч в игру вводить. Спешат Хорваты, само собой. Вурсалько. Адеми. И нет продолжения у Адеми. И играет назад. Вот здесь, правда, посвободнее. Но и Ебаньес тоже не стал форсировать события. Ну и посмотрите, Бишчин, где оказался вместе с Францией. Пока достаточно спокойно контролирует ход игры терраспольчане. Их так все устраивает на текущий момент. Напомню, победа с любым счетом выводит шерифа в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Любая победа. Жутих адресова. Варсалько. Куфре. Адеми. Фалить только не нужно возле собственной штрафной. Дедуу может убежать сейчас. Можно играть в Дедуу. Красавец наш Сенегалец. Передача. И удар не получается сейчас у Ерохина, по-моему. Это момент был. Прокращая направе слепечка. Слепечка тут против Самаржича правила нарушила. Хотелось бы повтор посмотреть с шикарным просторейдом Деду. Выложил мяч как на блюдечке. То ли Ерохин это был, то ли Адамович эту передачу замыкал. Не суть важна. Чуть поточнее бы там удара. 2-0, я думаю, это было бы уже практически все. Потому что в таком случае, если сейчас Шериф забьет второй мяч, Динамовцам придется уже забивать три. Рукавина и Вранеш. Стигал и младий репрезентативец. Босна и Герцеговинец. Батцет и лопту аут. А за счет чего Динамовцы могут забить три мяча? Не знаю, согласитесь или нет. Но вот ваш комментатор, если честно, не предполагает. Пока, если есть преимущество Динамо в каких-то компонентах, таких как владение мячом, территориальное преимущество, не более того. Хотя по моментам тоже, наверное, конечно, побольше чем моментов было у ворота Владислава Стоянова. Но это все тоже абсолютно читаемо. А вот таких нарушений нужно поменьше, конечно. Сейчас Ту уронили. Самиру возле мяча. Ну, наверное, отсюда следует, конечно, ожидать передачи, потому как для удара все-таки уже очень острый угол. Но Самир может и с острова забить. Мы с вами знаем, Тирасполе видели прекрасно. Почти с нулевого. Подача Самира. И что? И что назначает здесь 11-метровый? Эрик Брамхер, голландский арбитр. А за что? За что здесь пенальти? И желтую карточку кому он предъявляет сейчас? Герохина или кому? Самарджичу. А за что пенальти? Абсолютно непонятный эпизод. Вот она передача Самира. Ну и там Самарджич с кем-то из динамовцев на газоне. Абсолютно непонятное решение арбитра. Конечно, хотелось бы, давайте, может, с этого повтора. Ну и где здесь Самарджич правила нарушал-то? Ну, подарок сейчас, подарок динамовцам. Самир, Стоянов. И угадал направление, чуть-чуть не дотянулся до этого мяча. Практически, практически уже потащил этот мяч Владислав Стоянов. Ну, а Максимир, естественно, набушует. 1-1. Равенство восстанавливается. У нас и абсолютное равенство по сумме двух встреч пока. Совсем чуть-чуть не хватило нашему галкейперу, чтобы до этого мяча дотянуться. Все правильно. Угадал направление и... Ну, сами все видите. Ну, а Максимир, естественно, настроение уже совсем другое. 1-1 в Загребе и 2-2 по сумме двух матчей. Удивительное, конечно, решение Эрика Брамхара. 1-1 в Загребе и 2-2 по сумме двух матчей. Версалько. Какие-то галы эти распорчения пропускают на пустом месте. В первом матче не успели еще как-то толком войти в игру, а уже пропустили. Ну, и вот Андрей Сосницкий. Явно он, конечно, настроение похуже уже, чем было. В перерыве. Ну, достаточно быстро во втором тайме динамовцы отыгрались. Причем отыгрались фактически на пустом месте. Гол из ничего. Новый покушай Мудрих, но не пролазит Бадель. Дьедо. Прихватили его здесь за майку. Фред. Едва мяч не потерял сейчас. Бранкович. Но главное, чтобы не сломал этот гол сейчас Тираспальчан. Потому как, конечно, очень обидно на пустом месте и в самом начале тайма. Все вроде бы так хорошо развивалось. Развивалось, Ерохин, подача! А там никого. Но Этто перестраховался в этом эпизоде. Никто не подсказал сейчас бразильцу. Вот он сам разводит руками. Почему же не подсказали, что там никого нет у него за спиной? Второе, если я не ошибаюсь, угловой сейчас у ворот Динамо. В сегодняшнем матче Тираспальчане будут выполнять. И вновь делает это Адамович. Подача! Там сигнализируют футболисты Шерифа о том, что мяч в руку кому-то из динамовцев попал. Но голландец не преклонен. Продолжается игра. Рукавина вот такое визуальное впечатление, что очень устал уже. Именно на него сейчас передача идет. Мяч уходит сейчас от Ебаниса за пределы поля. Смотрим еще раз этот момент. Подача углового не дотягивается. Волков совсем чуть-чуть. Но здесь сложно с этого повтора понять, была там рука или нет. А вот если Болков дотянулся бы. Бранкович. Бранкович. Неудачно сейчас в обводку пошел. Рукавина. Адеми. Это. Передача ЭТО. Неплохая по задумке. Там слепечка тоже руками в свою очередь разводит. И ЭТО такой же же сделать. Не поняли сейчас друг друга. Не туда ждал передачу слепечка. Ну вот Велимир Заяц, наверное, полегче у него на душе. Конечно, с этим забитым пенальти. Но Андрей Соснинский наоборот. А, как-то по серьезному. Заметно? Решите все в этой утокнице. Жели осигурати четверто предколо Лиги Превака. Жели осигурати Йесен в Европе. Али да би то стварио, Динамо мора еще одно забитие против Шерифа. Ну вот практически час уже игрового времени. 1-1. Шериф ни в чем не уступает Динамо. Я думаю, и по игре в том числе. Ну то, что Динамо-цы активнее, это следовало ожидать. Они хозяева и гонят 15 тысяч вперед в сегодняшнем матче. Ну а вот с этого штрафного можно что-то попытаться соорудить. Вновь Франция досталась по ногам. Уже не в первый раз и не в второй сегодняшней встрече. Приходится, конечно, терпеть нашему бразильцу. Достается ему от защитников. И Адамович. Адамович, он отсюда и пробить даже может. Но думаю, что передачу, наверное, будет делать. Подача Адамовича! Чересчур высоко он мяч послал. Ну это подарок для Бранковича. Бранкович поделился подарком, как настоящий друг и парнер. Со Стояновым. Деду, конечно, здесь первым намечением окажется. Но попрессинговал защитника и вынудил вот такую свечку зажечь. Подбор! Удар! Пока не удается вот так, за исключением голевого момента, когда гол был забит, по большому счету, как-то особо напрячь. Ланчарича не получается у терраспольчан. Можно играть по тому, как с мячом динамовцы. Адеми. Этто. И вновь не получается ничего. Рукавином. У хорватов. Поет Максимиро. Красиво, я думаю, слышите вы. Как болеют в Хорватии. Ну а тем временем их команда идет вперед. И опасно может быть. Бранкович буквально с ноги там у кого-то из нападающих динамов сейчас мяч снял. Как же так? Буквально чуть ли не впервые в сегодняшнем матче как-то провалилась оборона шерифа. И смотрите, это опять же все тот же Самир. Просто злой гений какой-то. Вот эту передачу он делает. Эта слепечка прострелила вдоль штрафной. Рукавина через мяч проскочила. А кто там дальше набегал уже не важно. Да, жарко сейчас было в штрафной Стоянова. И атака тем временем еще продолжается. Рукавина, правда, тут безобразный прием мяча демонстрирует в атаке. И еще одно нарушение правил. Прекращение. Слепечку здесь сбили. И далековато до ворота. Бить, наверное, не получится. 11-19, видите, нарушают чаще правила терраспольчания. Но думаю, что это как раз следствие того, что с мячом больше всего больше находятся динамовцы. И поэтому отбирать мяч, естественно, сложнее. Ибанис, по-моему, будет сейчас этот штрафной выполнять. Подача. Стоянов выходит. Браво. И Волков. А чей яут? А там, по-моему, Адеми в нашей штрафной лежит. Получил он, наверное, небольшое повреждение. А, нет, и Рукавина получил повреждение он в игре против Стоянова. Но тут наш галкипер действовал-то по всем правилам. Самоотверженно очень сыграл здесь Стоянов. И Рукавине не повезло. Он попал под лошадь, оделся легким испугом, да, как у Ильфа и Петрова. Волков, Бранкович и Адамович сейчас такой треугольничек разыгрывают. Три сербских футболиста. Сам Аржище. Сам Аржище набрасывает мяч туда в штрафную, но очень неудачная передача. 1-1 по-прежнему. Уже 20 минут во втором тайме команды отыграли. И 25 минут остается. Если так все и закончится, напомню, станем мы с вами свидетелями дополнительного времени. А потом, может, и серия пенальти. Чем черт не шутит. И нарывная игра за Шериф. И Банес. Дальний удар. И хороший такой сложный для галкипера с отскоком от газона. Но молодец, Стоянов намертво этот мяч забрал. Там еще и рукавина. Готов был его добить, если бы ошибся наш галкипер. Но Стоянов пока действует безошибочно в сегодняшнем матче. Рукавина. Самир. Самир нельзя добить. И смотрите, что сейчас вытворяет в воротах Владислав Стоянов. Супер-сейф галкипера Шерифа. Самир вроде бы как уже выковыривал этот мяч. И посмотрите, какой удар у него получился. Но это подача с углового не особо получилась у загребчан. И нужно перевести дух и постараться отодвинуть игру от своих ворот. Потому как там уже Стоянов понемногу чаще других в кадре оказывается. Это значит, что нагнетают сейчас динамовцы. Ну и что, и здесь пенальти тоже просят хорваты. Но на этот раз голландец уже рассудил в пользу Шерифа этот момент. Ну было бы вообще как-то просто до сумасшедшего обидно, если бы сейчас второй пенальти назначили бы ворот этих распорчан. Ну и что, опять ебанец будет бить? Нет. Подает он себе на этот раз штрафную. Там рукавина с кем-то из футболистов Шерифа. Столкнулся и продолжается атака. Динамо, удар. Выше ворот мяч пошел. На этот раз не пришлось себе демонстрировать свое мастерство Владиславу Стоянову. Ну а хорватский режиссер тут показывает момент, где, по его мнению, наверное, должен был назначать пенальти. Рик Брамхар лучше бы показали тот подробнее момент, когда пенальти этот был назначен. Пять ударов в створ ворот у хорватов, два удара в створ у шерифа. Но сейчас, если все нормально разыграет этот штрафной, можно и третий удар в створ нанести. Адамович у мяча. И большими силами пришел туда в штрафную Динамо сейчас шериф. Подает Адамовича! Саваджич! Просто сейчас простил откровенно хорватов. Галейший момент. Смотрите, оставили абсолютно одного Самаджича. Самаджича никто за ним не присматривал. Никто его не опекал. Если бы удар получился сейчас у Словенца в ближний угол, огромнейшие проблемы были бы у Ланчарича. Нельзя, нельзя, конечно, такие моменты транжирить. Все вроде бы правильно делал Самаджич. Как же не попал в этом эпизоде в створ? Ну и вот взял паузу небольшую Максимиру. Вот только сейчас оживился. Передохнули вели дух хорватские болельщики. Думаю, что сейчас, конечно, сердечко ебло. Не успел то захватить и... Вот только же динамовцы атакуют. Правым флангом идет атака. Нужно аут назначать, показывает, подсказывает Ланчару Владислав Стоянов. Но едва ли не впервые в сегодняшний матч. Самир позволяет себе вот такую небрежную передачу. Но пока, по-моему, все-таки лучший в составе Динамо однозначно Самир. Как это было и в первой игре. Замена, по-моему, сейчас у шерифа Диду, если я не ошибаюсь, в поле покидает Андрей Сосницкий. Первую замену делает в сегодняшнем матче. Николич появится вместо Андрея Диду. Бачо Николич. Бачо Николич это усиление атакующей игры, атакующей прежде всего. Потенциала. Ну и Диду, наверное, просто наелся, конечно, уже в этом матче. 20 минут еще играть. Герохиен пробросил себе мяч на ход, но чересчур сильно движение мячу придал российский нападающий. Правда, он уже оказался сейчас у Стоянова. 20 минут есть у одной из канан, чтобы решить судьбу этого двухматчевого противостояния в основное время. Ну вот уже по 9 километров Динамо все набегали. Ну а терраспольщане, посмотрите, вот четверка лучших по этому показателю уже давно 9 тысяч метров рубеж перешагнула. Рукавина опасна может быть сейчас, хорошо, что передача на слепочку не получилась. Не знаю уж особо расстраивается сейчас Вильямир Заяц по тому поводу, что нету в его составе. Марио Манджукича, суперзабивного Галеодора Динамоского, который буквально в июле месяца перешел в немецкий Вольфсборг. В прошлом сезоне в 24 матчах Манджукич 14 голов забил. Я говорю, лучший бомбардир Динамо в последние годы. Ну вот призван его заменить в команде Анты Рукавина, который пока по сегодняшнему матчу, я бы сказал, все-таки, наверное, авансов не особо оправдывает. Понятно, что первая игра Рукавины в Динамо и, наверное, присутствует какое-то недопонимание с партнерами. Но раз не меняет его Вильямир Заяц, значит, все его устраивает. И верит он в молодого нападающего. Но у нас с вами другие проблемы интересуют. Николич. Николич на две головы, по-моему, выше Ебаниса. Но... У меня сейчас аргентинцу подарил. Идут Харматы вперед, опасно может быть. А здесь толкают уже Францу в спину. И что, можно играть, показывает голландский арбитр. Но как же, что же это, если не нарушение правил? Там Франца пролетел метров 10, по-моему, в воздухе. И мышцу свело. Еще один аргентинец сейчас появится у Динамо. Калельо готовится на поле выйти. Ну, вот это как это назвать, если это не нарушение правил? Да, достается, конечно, Франц сегодня. Не церемонятся особо с ним Хорваты. Кого Калельо меняет у нас? Рьяно Адеми. Но второй же аргентинец в составе Динамо. Но этим тоже, шериф, особо не удивишь. В предыдущем раунде играли терраспольщане с албанским Динамо. Так, там вообще, по-моему, пол команды аргентинцев был и аргентинский тренер. И сейчас Калельо может и отрадить его задачи. Барбарич не может играть. И, конечно, ему не легко. Братите его как-то с трябина двоих своих мемчаней. Если Франца сейчас не сможет продолжить встречу, это, конечно, большая потеря будет для Андрея Сосницкого. Ну, есть исключение у правой утаквец и против Шерифа Ути распадет. Ну, есть Джурович, в принципе, который может заменить Францу на острие нападения. Но Джурович еще не очень много практики в последнее время игровой имел. И вот в такой сложный момент не факт, что Черногорица сможет войти в игру. И вообще не факт, что, конечно, там нужно находиться в команде непосредственно, чтобы знать в таком функциональном состоянии, какой игрок находится. Но Франца вернулся на поле, значит, слава богу, все в порядке. И вынужденных замен не придется делать тренингскому штабу Шерифа. А тем временем остается всего 15 минут до завершения второго тайма. Приходится говорить именно так, потому как все идет к тому, что станем мы с вами свидетелями дополнительных двух таймов по 15 минут. Не было Модрих Дресова сами. Динаванцы тоже такое ощущение, что чуть подустали. Какие-то уже просто безадресные подачи штрафную идут, с которыми защитники Шерифа вообще без проблем справляются. Ну а Франца вот мало того, что вернулся, и все в порядке с ним, судя по всему, потому как вот такие силы на рывки вот такие еще хватает. 70 и 8 минута. Ебанес убежал сейчас от Николича, и Николич сейчас может карточку получить. Да, получает предупреждение черногорец, и в принципе вполне заслуженно. Обыграл его сейчас аргентинец Юркий, быстрый. И Николич явно уступал ему в скорости, и ничего не оставалось, как сфалить. Ну вот, едва появишься на поле, Николич уже предупреждением отметился. И еще одна замена в Шерифе. Артем Хачатуров появляется на поле, меняет он Нельсона Фреда. Укрепляет центр поля Андрей Сосницкий. Наверное, думает, видится ему, что именно оттуда сейчас основная угроза Хорватской команды идет. Ну, это, конечно, большая ответственность для молодого Артема Хачатурова. Войти в игру в такой ответственнейший момент. Ну, с другой стороны, это, конечно, бесценный опыт. Бранкович. Бранкович бьет! И едва сейчас не обманул Ванчарича, едва не застал его врасплохо молодого в галкиберодинамо. Это был бы просто супергол, наверное, который во все всяческие обзоры попал бы. Но, как увидел Бранкович, что Ванчарич сейчас потерял ворота. Если чуть точнее получился этот удар, то мяч залетал бы в ворота. Ванчарич не дотянулся до него. Ничего себе! Десять минут до завершения второго тайма. 1-1. Загребская «Динамо» не может на своем поле обыграть терраспольский шериф. Несмотря на свои всяческие заявления игроков, а тот же Самир говорил о том, что уверен он, нет у него абсолютно никаких вариантов, чтобы не пройти шериф. Уверен в победе своей команды. Велимир Заяц тоже так достаточно откровенно высказался, что шериф там мы пройдем, это уж точно. Ну вот пока, все эти слова выглядят пустыми. Решили мяч, наверное, подержать сейчас чуть-чуть. Распольчане тоже правильно. Ну и если будет овертайм, то, конечно, физическая подготовка будет очень важна. И интересно будет очень многое решиться, в какой физической форме команды подошли к этому матчу и того, насколько хватит. В принципе, и в Хорватии, и в Молдавии только начало футбольного сезона, поэтому по большому счету, наверное, по какому-то уровню функциональной подготовки должны быть команды примерно готовы одинаково. Опасно сейчас может быть! Ибанец едва не сделал опаснейшую передачу. Меньше десяти минут остается играть во втором тайме. Куфре! Падай! Ну и Хорваты так не сказать, чтобы сейчас авантюрно, шашки наголо идут вперед. Тоже прекрасно сейчас команды понимают, что одна ошибка может полностью все перечеркнуть. Все, что добывалось в течение вот уже 170 минут и в Тирасполе, и здесь, в Загребе. Подача! Рукавина не попадает по мячу. А можно здесь что-то поучиться и вновь сейчас должен желтую карточку получить. Бадель это был. Ну, Франции просто не позавидуешь сегодня. Не понимаю, наверное, конечно, это все-таки больше стечение обстоятельств, почему именно ему так достается. Но такое впечатление, что какую-то охоту там призовые в Загребе ввели за... Ну, больнее ударит Францию в сегодняшний матч. Достается бразильцу. Подача! Иванчарич! И тут же вперед бросает, там молодой, только вышший на замену, свежий Иванис. Скорости у него хватает. Сил тем более. И тут вперед динамовцы через центр сейчас пытаются это сделать, но, правда, там столько, такое скопление игроков, что непонятно как. Вот сейчас можно вот так можно пройти. Падает Самир, вновь смотрит на голландского арбитра и вновь просит пенальти. Передача, конечно, просто шедевральная сейчас получилась на Самира. А это не Самир был, это был Эпто. Не был этот путь контакта, а Лига был на Сартаю враньеша на Баделя. Пять минут практически остается. Напомню еще раз, победитель сегодняшнего матча фактически обеспечивает себе групповой этап Еврокубков. Или Лиги Чемпионов, или Лиги Европы, это уже второй вопрос, но групповой этап. Проигравший тоже еще не заканчивает свою европейскую кампанию, потому как команда, которая сегодня проиграет, будет играть в стыковых матчах Лиги Европы. Ну а победитель попадает в плей-офф, в последний уже раунд плей-офф Лиги Чемпионов перед групповым этапом. Ну и вот за пять минут до финального свистка терраспольчане получают право на штрафной. Огромнейшая концентрация футболистов на один квадратный метр, сейчас штрафной, смотрите. Подает Бранкович! Выше ворон. И выше всех партнеров мяч посылает. Серб тут же извиняется за это, а спешат Хорбуты. Бадель и тут состязание скорости, целая Качатуров вдвоем с Адамовичем справляются. Скушали сейчас Баделя. И может контратака получится, если бы поточнее эту передачу сделали на Францию. Еще одна замена в составе Динамо. Это Додуль, по-моему, готовится на поле появиться сейчас. И еще один бразилец. Это не очень сложный удар для Стоянова, хотя на последних минутах, наверное, любой удар страшен для болельческого сердца. Каков же Владислав Стоянов. И вновь наказывание Франца. На этот раз, правда, голландский арбитр оставил это падение без внимания. Ну что, вот это появление Додо. Это Велимир Заяц еще верит в то, что можно в оставшиеся вот эти пять минут спасти матч. Или где-то замена уже с прицелом на экстра тайм. Антой Рукавина уходит с поля. Но вот вместо одного тайма практически весь матч отыграл нападающий молодежной сборной Хорватии. Вместо него появляется сейчас Додо. Рукавина, само о нему зависит и о неговым играм, как о чем все далее третирать и как о чем подружку имать. Но в любом случае, Рукавина, который начал с Шибеником, оставил карьеру Хайдуку. А на кон того, игра в Граджеве. Бранкович, еще один удар издалека. Но по-боевому сегодня настроен Бранкович. Бранкович при любой возможности сразу же не чурается пробить. Ах, если бы попал он тогда вот с центра поля за Шиворота Ланчаричу, был бы, конечно, супер гол. Ну вот он Додо, который только что появился на поле. Похоже, будет слева в атаке играть. Бразилец составлять пару слепечки. А тут опасно! Стоянов отбится! Вынесли мяч. Вот это дано! Предпоследней минуте уже второго тайма. Едва и два динамовцы сейчас не наказали шериф за оплошность в обороне собственных ворот. Это момент еще, конечно, был. Это вроде бы все правильно и по мячу не попал. Хорошо, очень удобно себе подработал мяч под удар и просто махнул мимо мяча. Волков, Волков может убежать сейчас. Раняют Волкова. Причем, стрелок правил по мнению Эрика Брамхара. Вот такая у нас концовка. Решили повалидолить команды на последних минутах. Сейчас уже последняя самая минута пойдет. Второго тайма. Опасный может быть Додо! И молодец Бранкович бросается в ноги. Ценой даже с риском получить травму не дает сейчас бразильцу пробить поворотом. Это не Бранкович был, это Самарджич. Ну и получил, по-моему, все-таки повреждение Самарджич в борьбе с Додо. Но доктор не понадобится. Слава Богу, все в порядке, значит, будет со словенцем. А там вот уже им мышцы сводят. Ну понятно, 90 минут очень напряженного матча. Сами с вами прекрасно видели, сколько уже футболисты набегали. Там уже, наверное, почти весь и за 10 километров каждый игрок в личной статистике. Ну и все, заканчивается, закончилось уже основное время. Второго тайма, 4 минуты остается еще. 4 минуты у Шерифа, чтобы забить победный мяч или у Динамо, чтобы решить все в основное время. Кироспочане вперед идут, Франц обьет, но там свисток, правда, прозвучал. Но и в любом случае бразилиц поворотом не попал. А свисток, между прочим, в пользу сейчас обороняющейся команды был. Потому как и с мячом были тироспорчане, и зачем здесь прозвучал свисток Эрик Абрамхара, не совсем понятно. Потому как там Ерохин мог на хорошую ударную позицию выйти. Но как бы то ни было, с мячом остаются тироспорчане. Уже минута практически добавленного из 4 стекла. Ну и шумит Максимир. И достаточно солидную такую стенку, несмотря на то, что очень далеко до ворота выстраивает Филипп Ланчарич. Удар выше ворот. Очень неточный, конечно, удар сейчас получился у Бранковича. А там мяч, оказывается, кого-то задел. Наверное, в стенке кого-то задел из футболистов Динамо. Поэтому будут угловой сейчас тироспорчане подавать. Но это в любом случае, это выигранные еще секунды какие-то. И... Кто знает. А чем там Волков недоволен? Что-то там он выясняет. Бранкович, подача! Отбиваются корваты. Но подбор остается за тироспорчанами. Еще один удар дальний Самарджич. И угловой еще один сейчас придется повторить. Ну вот Шериф заканчивает второй темп, как и первый на воротах Динамо фактически. И по угловым тироспорчане уже впереди. 93-я уже минута идет. Подача еще одной Бранковича! И никто не попадает здесь по мячу из фероспорчан. Враньеш! Враньеш хотел там штрафной заработать. По-моему, у него все это неплохо получалось. Но промолчал здесь голландский арбитр. Правда, с мячом опять тироспорчане уже. Самарджич... Как от стенки отлетел от него. До-до сейчас! Атака Шерифа! Придача! Последняя минута остается. Чуть больше минуты из четырех добавленных. Две с половиной уже больше команды отыграли. Идет вперед теперь Хармад и нарушение правил в центре поля. Это не так опасно. Это лучше, конечно, чем у собственных ворот. Явно, по-моему, команды не хотят сегодня дополнительное время играть. Такая концовка бурная. Опасно может быть Стоянов. Последняя минута уже идет добавленная. Последняя из четырех. Динамо атакует. Еще одна подача. Северсалько и Гачо ближе кут, где стоял Стоянов. Там слепочка показывает, да, и было. Сыграть в этом эпизоде должен был. Да, можно было пробовать. Какой этот мяч забирать, что он и сделал. Ну что, последние полминуты. Теперь уж точно, наверное, можно говорить о том, что овертайм неизбежен. Два тайма по 15 минут. Нам с вами предстоит еще посмотреть. А потом, кто знает, может еще и серия пенальти. Давненько шерифа в Еврокубках не играл овертаймы. И вообще, если честно, не припомню, было ли такое в истории европейских игр тираспольчан. Не удивлюсь, если это вообще первый овертайм будет. Ну, если не брать в расчет такие турниры, как Кубок Содружества и так далее. Там тираспольчане-то и пенальти били, и срушение врага. Но вот именно в Еврокубках официальных под эгидой УИФА, по-моему, не играл никогда. Их дополнительное время. Но до дополнительного времени нужно еще дотянуть. А тут на последних секундах тираспольчане еще и штрафной. Зарабатывают, и кто знает. Велимир Заяц. Наверное, сейчас неспокойно у него на душе. Адамович у мяча. 29 метров до ворот. Спасибо статистике, графике. Адамович разбегается. Разыгрыш. И удар не очень точный. Скорее, даже очень не точный получает. Чему сам Адамович не пробил, решил с раннейшим разыграть. И звучит финальный свисток. Не финальный, а, скажем так, финальный, фиксирующий ничью по сумме двух матчей в противостоянии Загребского Динамо и Тираспольского Шерифа. 1-1 в Тирасполе, 1-1 в Загребе. Абсолютно схожий сценарий у матчей. И мы с вами чуть-чуть отдыхаем, возвращаемся на овертайм. Особенно средний бранич и шерифа Самарджич и Натсон, очень тяжело движение.